Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня в Барнауле с визитом находится министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его ждали еще 10 сентября, но из-за похорон министра МЧС поездку пришлось перенести. В графике Мурашко сегодня посещение основных объектов здравоохранения Барнаула. Он побывает в краевой клинической больнице, наркологическом, онкологическом кардиодиспансерах. Всего в списке 7 объектов, в том числе две городские поликлиники 9 и 14. Наша съемочная группа сегодня работает. На встречах подробности расскажем в понедельник. Но эта история заинтересовала многих. 74-летняя жительница Казахстана уже не лечится, а фактически месяц живет в первой горбольнице Барнаула. Медицинские показатели пациентки позволяют ее выписать, но это будет означать, что бабушку просто выставят на улицу. В непростой ситуации разбиралась Анастасия Дороган. С 15 августа мы не можем добиться встречи с родственниками, ни телефонных звонков, никто по ней не беспокоится. Беспокоятся лишь врачи. Уже месяц, как в первой горбольнице, приютили 74-летнюю женщину. Ветровка, бинты, памперсы – весь багаж Ляли Куропаткиной. Ее привезли сюда в августе, быстро поправили здоровье и не знают, что делать дальше. Восемь лет женщина вместе с дочерью жила на съемном жилье, пока одним утром хозяйка не заставила их съехать. Выгнала. Но вы нашли другую квартиру, наверное? Нет. Я попала сюда, а дочь я не видела. Из органов милиции мы выяснили, что дочь не желает забирать свою маму, что она ей не нужна, что дочь ведет разгульный образ жизни. По словам врачей, такие истории происходят постоянно. Например, когда никто не забирает человека, которого привезли из отдаленного района. Родственники не хотят ли или не могут, но такие пациенты, как правило, это пожилые люди, могут прождать в больнице несколько дней. Иностранцев здесь тоже лечат, потом им помогают вернуться домой, но случай с этой бабушкой сложный. Ляли Куропаткина – жительница Казахстана. У нее нет полиса, а значит больница должна ее выписать. У нее нет своего жилья в Барнауле, нет его и в Казахстане, и родных, кроме дочери, тоже нет. Вы не думаете, что она вас бросила? Нет, что бросила, нет. В настоящее время наша койка используется как хоспис. Мы ее уже научили ходить, она сама передвигается, все. Но у нас просто не поднимается рука, вытолкнуть ее на улицу и сказать, что вот бог, вот порог. Истории Ляли заинтересовались в соцзащите города. Женщина не хочет покидать Россию, поэтому сотрудники ищут ее дочь. Поговорить о судьбе матери. Если вдруг мы ее не найдем, то мы уже связываемся с управлением миграцией в Алтайском крае. Будем оказывать содействие в получении либо вида на жительство, либо гражданства Российской Федерации. Что касается социальной поддержки таких людей, выход один – это искать наши общественные организации, некоммерческие, которые организуют социальные приюты для таких людей. И там, как правило, они за счет собственных средств оказывают поддержку этим людям. Если на бабушку оформят все нужные документы, ее смогут определить в дом-интернат. И Ляли не останется на улице, а в больнице освободится целая койка места в преддверии сезона гололеда. Свои вопросы о будущем женщины мы адресовали миграционной службе. Анастасия Дороган, София Яценко, Алексей Фризин, Данил Захаров. День с толком. Материал в эфир мы выдавали в среду, а накануне ситуацию прокомментировали правоохранители. Точно стало понятно, что если ведомства объединят свои силы, Ляли Куропаткины обязательно помогут. И выдворять ее из страны никто не собирается. Мы будем следить за этой историей. Необходимо отметить, что пока пожилая женщина находится на территории медицинского учреждения и зарегистрирована в установленном порядке, ее пребывание на территории Российской Федерации является законным. После того, как она будет выписана из больницы, миграционное подразделение главного управления, естественно, во взаимодействии со службами социальной защиты муниципалитета, готовы решиться в те проблемы, которые перед ней возникли, и обеспечить ее законное проживание на территории России. Есть определенные моменты, которые связаны с решением ее проблемы для того, чтобы женщина получила статус временного проживания в соответствии с законодательством, затем вид на жительство, ну и потом уже получение гражданства Российской Федерации. Еще раз скажу, что те меры, которые могут быть предприняты миграционными службами в взаимодействии с социальными подразделениями, могут быть предприняты самостоятельно, без участия ее дочери, которая также находится в сложном социальном положении. На этой неделе стало известно, что бывшему министру транспорта края Александру Дементьеву продлили домашний арест на 24 дня. Напомню, экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – более 5 миллионов рублей. Бывшему замгубернатора региона Юрию Денисову тоже на этой неделе отказали в условно-досрочном освобождении. Он с июля 2017-го отбывает 8-летний срок в Рубцовской колонии тоже за взятки. А накануне к 9 годам колонии строгого режима приговорили бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. В вину экс-чиновнику вменили получение взятки в особо крупном размере. Анастасия Дороган расскажет, каким было судебное заседание. 9 месяцев понадобилось судье, чтобы разобраться в коррупционном деле, главный фигурант которого – экс-чиновник. Бывший вице-мэр в сфере строительства Сергей Демин попал под внимание правоохранителей в прошлом году. Тогда следователи стали раскручивать цепочку взаимоотношений чиновника и гендиректора Барнаула Капстрой Александра Конакова. Обвинение уверенно заявляло, что последний при участии Демина возглавил Капстрой и имел свободу действий и за это оплатил. Услуг по авиаперелету, проживанию, оформлению шенгенских висов, полисов медицинского страхования на общую сумму 158 961 рубль 30 копеек в адрес их исполнителя. Так, полагают правоохранители, обвиняемый отдохнул в Испании. Демин это опровергал. Общая сумма взятки, считает гособвинения, намного больше – 15 миллионов, 3,5 из которых экс-чиновник успел получить. Например, речь идет о строительстве ЖК Парковой подрядной Капстрою компании «Стройпанорама». В 2015 году «Стройпанорама» выполнял работу по строительству объекта по адресу Барнаула Паркова, 71. Согласно статье 14 данного договора, Барнаула Капстрою в праве в одностороннем порядке его расторгнут путаю направления уведомления в адрес данного общества. С «Стройпанорама» в лице его директора Зинова имел заинтересованность в продолжении договорных отношений. Однако есть и другой вариант развития этого процесса. В защиту Демина свычит версия, что Конаков мог дать показания против Демина, чтобы уменьшить свой срок колонии. Ранее экс-директора Барнаула Капстрою обвинили в преступном сговоре и получении взятки. Он вину признал, а вот Деми нет. Судья вынесла приговор. 9 лет строгого режима. Вы что творите-то? Невинного человека убите. Прокурор, как с ней тебе? Что вы добились-то? Вы землю разрушили. Приговоры будем обжаровать. С адресом установлены на законном срок. Меня рука не трогает. Соответственно, такие комментарии только. Более подробные комментарии можно сдать только после консультации. Мы и телевидение, и телевидение. А на какой результат вы рассчитывали? Вот как вы думали, судья? Давайте, мы не будем говорить результат, но мы однозначно не согласны с квалификацией действий, которые были, соответственно, отражены в том числе и в приговоре. Эмоциональность семьи подзащитного адвокат объяснил тем, что накануне оглашением приговора умерла мама Сергея Демина. И добавил, что в материалах дела он так и не нашел подтверждения фактом получения Деминым взятки. А потому не понимает строгость решения судьи и готовит апелляционную жалобу. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. На Барнаульском рынке недвижимости спрос выше, чем предложение. Арендовать подходящее жилье в краевой столице сейчас задача не из легких. С чем связан квартирный дефицит и какие сложности испытывают нуждающиеся в съемном жилье. В сюжете София Яценко. Вот уже несколько недель Константин просматривает объявление о сдаче жилья. Время идет, но ситуация не меняется. Выбора как не было, так и нет. Причем найти квартиру не получается не только в центре города. Вариантов не хватает и на окраине. С проблемой столкнулся, не для себя еще, но есть необходимость найти квартиру, причем довольно срочно. Была информация о том, что стало достаточно много сейчас жилья, которые построили новостройки. Причем очень много построили именно таких квартир небольших, то есть там человеков так называемых. И думалось, что там-то точно есть свободное жилье. Но на самом деле его сейчас нет. По словам специалистов, причин такого жилищного дефицита несколько. И в первую очередь проблема в сезоне. К началу нового учебного года в краевую столицу приехало много студентов. Пик спроса приходится на конец августа, когда родители задумываются о том, где будут жить их дети. А в этот период и цены немножечко корректируются, да, кто дороже пытается сдать подороже. А дальше идет совершенно спокойный отток спроса. Дети заселены. Можно спокойно дальше заниматься поиском жилья, которое бы, скажем так, устраивало обыкновенную молодую семью, которая ищет сегодня квартиру, потому что решили жить самостоятельно. Однако проблема не только в выборе жилья, но и в цене. В последнее время заметно выросла стоимость аренды. И на это есть свои причины. Все-таки идет у нас удорожание, удорожание и коммунальных какой-то степени платежей, и продуктов, и всего. И, конечно, собственники жилья говорят, ну, все подорожало, почему мы цену не поднимем. А второй сегмент довольно интересный, связан с тем, что на рынке стали появляться все больше и больше квартир, готовых к проживанию как в виде апартаментов. Специалисты прогнозируют, что уже через месяц ситуация нормализуется. А чтобы избежать такой проблемы с поиском жилья в будущем, советуют начинать искать место для проживания заранее. Лучше за полгода. Тогда найти себе уютное гнездышко в желаемом районе и по доступной цене будет значительно легче. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. Наши корреспонденты до сих пор под впечатлением. Говорят, это было масштабно, зрелищно и порой страшно. На этой неделе они были свидетелями антитеррористических учений, которые проходили в Первомайском районе. Сотрудники МЧС, ФСБ, МВД и других силовых структур провели операцию в спортивном лагере «Олимп». Ирина Корчагина расскажет все подробности. Такого здесь еще точно никогда не было. Спортивно-оздоровительный лагерь под Бобровкой «Олимп». И здесь сегодня далеко не Олимпийские игры. Пятеро вооруженных террористов захватили лагерь. Условные заложники – студенты педагогического вуза и работники «Олимпа». В роли террористов – студенты Института культуры. И эти актеры явно не переигрывают, потому что в реальной жизни боевики жалеть никого не будут. Изначально мы все зашли так навеселее, думали, ничего серьезного не будет, но тут реально началось. Меня как заложника взяли обменять на питание и воду. И вот, да, действительно страшно было выходить, не зная, что дальше будет. Я считаю, что мы достигли своей цели. Нас заштурмовали. Человек, да, его жизнь, она может и не учитываться вообще. То есть для нас, как для террористов, в образе террористов, это просто пылинка, да, когда на самом деле здесь каждый важен. По легенде, на территории лагеря обнаружили несколько взрывных устройств и емкость с ядовитым веществом. Эти учения, пожалуй, самые зрелищные, которые только видела наша съемочная группа. В них задействовали более 400 сотрудников и почти 70 единиц техники. Среди них авиация, БТР, несколько часов операции, переговоры, освобождение заложников, штурм здания и ликвидация условных террористов. Захваченный объект был оперативно оцеплен и блокирован, в том числе силами спецподразделений и тяжелой техникой. В полной мере отработана поступающая информация о, вероятно, заложенных взрывных устройствах на территории Первомайского района, их поиск и обезвреживание. Наверное, самое главное в этих учениях – взаимодействие структур ФСБ, МВД, МЧС и не только во время реального теракта. Кстати, уже сегодня стало известно, что участники учений показали достойный уровень подготовки. И все-таки хорошо, что все, что мы сегодня видели в детском лагере «Олимп», лишь тщательно продуманный сценарий. И очень бы не хотелось, чтобы каждый из нас что-то подобное увидел в реальной жизни своими глазами. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Летний туристический сезон на Алтай завершился, и многие специалисты уверяют, что прошел он нынче на ура. В связи с закрытием популярных зарубежных направлений, россияне массово оккупировали алтайские санатории, курорты и базы отдыха. Некоторым в связи со стопроцентной наполняемостью номеров даже пришлось отказывать в заселении. Какие направления стали в этом сезоне самыми топовыми и как чувствует себя алтайский туризм в пандемию, которая стала уже неотъемлемой частью нашей жизни, узнавала Валентина Аскерова. Апрель 2020 года. Белокуриха – город-призрак. На улице ни одного отдыхающего, ни одной проезжающей машины. Пандемия закрыла двери оздоровительного курорта на два с половиной месяца. Доходы катастрофически упали. Этим летом алтайская здравница берет реванш. Санатории заполнены практически на 100%. Где-то порядка на 30% мы увеличили объем относительно 2020 года. Но и процентов на 10 больше, чем до пандемийного 2019 года. Большую роль в восстановлении туризма Белокурихи после коронавирусного пика сыграл туристический кэшбэк. 20-процентная скидка при покупке туров в санаторий. Вот выручка у нас июня по август составила 560 миллионов. Из них реализовано больше, чем на 150 миллионов рублей. Это именно по программе кэшбэк. То есть люди ей использовались, она была актуальна. После такого бонуса путешественники в прямом смысле атаковали город-курорт. Коронавирус значительно изменил географию отдыхающих. Если раньше в Алтайскую здравницу поправить свое здоровье приезжали в основном жители сибирских городов, то теперь львиная доля отдыхающих приходится на жителей европейской части нашей страны. Воздух абсолютно другой, климат другой, сухой такой, хороший, приятный. Сколько дней уже находитесь здесь? Второй день. Вот уже что-то почувствуете? Ну да, да, мне нравится, мне очень нравится. Я бы хотел даже переехать на постоянное место жительства сюда. В следующий раз мы хотели бы сюда приехать зимой, потому что здесь все очень хвалят диму. Говорят, здесь зимой вообще изумительно. Тепло, очень много снега, то есть лыжи, и еще больше приключений можно найти. И сам воздух, особенно теренку, по-моему, это даже не сравнится ни с чем. Воздух богат отрицательными аэроионами, особенно если мы гуляем вдоль речки Белокуриха. Это особо ценное составное воздухо, которое как раз активизирует все окислительно-восстановительные процессы, обменные процессы в организме. И тем самым вот лечебный эффект климата нашего достаточно значительный. Кстати, не только скидка на отдых привлекла отдыхающих, но и желание укрепить свое здоровье после тяжелого года и перенесенной ковид-инфекции. Если измеряем сатурацию, то есть уровень содержания кислорода в крови, если она пониженная, ну, во-первых, мы отправляем гулять по теренкурам. Это в первую очередь, потому что где как не на теренкуре, а зоном подышать, это естественная кислородотерапия. Но есть и приборы для кислородной терапии, есть и гипокситерапия. Туристический аншлаг в этом году был не только в Белокурихе, но и на Бирюзовой Катуне, озере Ая и Яровом. На последнем вообще весь сезон яблоку негде было упасть. Мы с ребенком три месяца провели на Алтае в Яровом. Честно сказать, что за это время туристов было очень много. Вообще за последние, наверное, лет пять. Огромное количество туристов. Никаких ограничений, ничего такого не было. Все наслаждались жизнью, озером. Эксперты заявляют, что если бы нет туристический кэшбэк, то отрасль еще долгое время могла бы карабкаться из пандемийного кризиса. И именно система лояльности привлекла большой пласт отдыхающих в этом сезоне. Достаточно много, большой весомый пласт клиентов, ну примерно, наверное, около 20%, если вот так вот говорить. Потому что, конечно, люди, когда планировали свое путешествие, и когда им, например, узнавали про эту акцию, или им сообщали при бронировании, они, конечно, ей пользовались с большим интересом. Сегодня действие кэшбэка закончилось, пояснили руководители турагентств. Продлят ли его на зимний-весенний период следующего года, остается только надеяться. Но надежда вполне может стать реальностью, ведь глава Ростуризма Зарина Дагузова, побывав в нашем регионе, отметила. Акция по привлечению туристов оправдала себя и должна быть продлена. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, обязательное требование при заселении в санатории Алтайской здравницы – наличие документа, который выдает Роспотребнадзор. Он гарантирует, что у гостя не было контактов с ковид-зараженными. Какие еще правила необходимо соблюдать гостям и жители каких регионов страны предпочли морскому отдыху, санаторно-курортный? В нашем интервью. Изменилась ли география путешественников? Из каких регионов нашей страны едут в Белокуриху поправлять свое здоровье? Наш Алтайский край порядка 5% в объеме превалирует, продолжает. Это Иркутская область, это Красноярский край, Новосибирская область, Кемеровская. Небольшой спад у нас пошел по Тюмени, по Ханты-Мансийскому автономному округу. Почему? Потому что все-таки там больше у нас корпораций приезжает нефтедобывающие, а у них все было более сложно в плане ограничения передвижения по стране. Ну иностранцы, процент определенный есть, какой-то нет, потому что у них тоже на самом деле серьезные ограничения по выезду в Российскую Федерацию, как и назад. Это надо карантин пройти и прочие вот эти сюжеты, которые не давали возможности им путешествовать. Мы общаемся с аэропортом, с Горно-Алтайским, и количество рейсов гораздо увеличилось именно с Москвы, московское направление. Да, люди приезжают, они понимают, что здесь безопаснее в плане и по расселению, и видно, что они селятся везде. Кто-то вообще приезжает, домик снимают отдельно деревянный, им это очень нравится. Кто-то в санатории пролечится и достаточно высокого, более высокого уровня. Если у нас раньше двухместные, ну стандартные номера были воспользованы, то в этом году больше люксовые, потому что уровень выше, все равно европейская часть населения по доходам выше, лучше себя чувствует, и они могут позволить себе именно номера, апартаменты, люксы, студии. Вот в этом плане тоже заметен рост, что доходность койка дня в Белокурихе увеличивается. Получилось ли выйти на допандемийный уровень дохода? Нам были выделены денежные средства в размере порядка нашему предприятию 140 миллионов рублей, которые были списаны государством. То есть это, получается, пошли на доход. Ну, они весь убыток, конечно, не перекрыли, но сейчас мы помаленьку восстанавливаемся и уже где-то уровня допандемийного достигли. То есть мы уже, можно сказать, сейчас только будем работать на плюсы. Какие сейчас требования при заселении и не пугают ли, не отталкивают ли они гостей? Ну, были вопросы, но люди все равно помаленьку, это как идеология, это как информацию проводили. Мы проводили, да, были негативные, конечно, зачем я приехал у вас тут в маске ходить или руки этим спиртом мыть? Нет, помаленьку, помаленьку люди привыкли и уже понимают. Ну и плюс, конечно, сильная, конечно, эта вакцинация роль оказала, то есть люди уже, которые вакцинируются, они более спокойно себя чувствуют. А в целом санатории подготовлены, все меры, которые Роспотребнадзор определил на территории Российской Федерации, мы выполняли и будем выполнять. У нас осталось об эпидемиологическом благополучии вот эта справка. Раньше, в начале пандемии, еще была справка отрицательный ПЦР-тест, но ее сейчас не надо, вот именно одна справка осталась. Вакцинацию обязательно будете вводить или пока об этом речи не идет? У нас, в первую очередь, персонал столкнулся, это, можно сказать, год назад, осенью прошлого года, когда вторая волна была, и все равно персонал контактный, он уже, ну, многие уже переболели. К счастью, таких отрицательных случаев не было, да, тяжело восстанавливались. А то, что касается, они сами поняли, что лучше вакцинироваться. Что поменяли в своей работе? Появились ли какие-то дополнительные услуги? Обратили внимание на новые программы, которые мы можем... Это постпандемийные, это легочные заболевания. То есть, эти программы мы запустили, позиционируем. Также в области питания. Что такое? Это иммунная система должна более сильной быть. Мы запустили продукты, перепелиные яйца, сами перепела свежую, качественную рыбу. То есть, все вот эти меры, которые мы принимаем, именно для повышения иммунитета. Ждут ли осенью увеличения турпотока? Эта осень, по прогнозам, по бронированию, лучше выглядит сентябрь-октябрь. Они практически 90% оба выглядят. Ноябрь-декабрь есть еще над чем работать. Ну, вот я говорю, до 15 сентября действует кэшбэк. Мы видим, что результаты есть. Ну, и я думаю, в любом случае, этот год сложится более положительный, чем даже 19-20 год. Ну, а теперь о сегодняшнем празднике. Барнаул отмечает 291 день рождения. Наверное, впервые за много лет отмечает скромно. Причина всем известна. Пандемия коронавируса. Число больных у нас по-прежнему велико. Нет сегодня массовых гуляний и салюта, но настроение у барнаульцев и гостей города хорошее. А накануне праздника мы спросили у них, изменился ли город за последнее время, и что бы они ему пожелали. Я уехал отсюда два года назад. Сейчас вот приехали в гости. Ну, стал более ухоженный город, красивый. Цветов стало больше, красивее. А праздновать дня города стало хуже. Почему? Ну, потому что выставок ремесленников не стало. Красивых, достойных, хороших. Я просто сама как ремесленник, как столер. Нужно сделать, ну, я не знаю, как называется, автодром, наверное. Нет, не автодром. Ну, то есть для скейтеров, для тех молодых людей, которые занимаются на велосипедах, на самокатах. Вот, чтобы они трюки не делали ни у памятника Ленина, а на специальные дорожки подготовленные. Город обалденно изменился. И пусть дальше будет так. Все здорово, красиво. Процветание, строительство, больше новостроек и, соответственно, озеленение. Несмотря на то, что львиную долю массовых мероприятий в день города отменили из-за ковида, это не повод расстраиваться, потому что прогулки по исторической части Барнаула никто не запрещал. Наш коллега, журналист и кревет-любитель Илья Кочетков устроил прогулку для нашей съемочной группы по непопулярным, но интересным местам краевой столицы. Илья, почему ты предложил встретиться именно здесь? Зашла речь уже про этих львов. Честно говоря, когда я училась еще в университете, мне приходилось часто здесь ходить, я никогда не видела среди вот этих полуразрушенных зданий этих львов, даже не обращала внимания. Именно поэтому я сюда привел поколение-поколение барнаульцев ходили вот здесь мимо, мимо и совсем немногие поднимали голову и видели этих львов. На самых ранних фотографиях этих мест они уже есть. Теории масса. Кто-то, глядя на то, что это львы, решил, что их привезли аж из Китая. Зачем и кто, непонятно. Самые экзотические версии на этот счет есть. Другие говорят, что они когда-то стояли на обводном, на обводном, точнее, канале барнаульского заводского пруда, и у них из ртов такие струйки белят. Я придерживаюсь третьей версии, как краевед-любитель. В боку одного из этих львов есть такое уродливое отверстие, явно говорящее о том, что это брак. Моя версия такая. Владелец этого здания, тогда это был Морозов, знаменитый представитель семьи Морозовых, который, организовав здесь, насколько я знаю, кинотеатр, я думаю, по дешевке, как по цене лома, что называется, приобрел вот этих вот прикольных львов. Они привлекали внимание и, так сказать, нависали над проходом, собственно, во внутренний двор кинотеатра. Знаешь песню? По долинам и по горьям шла дивизия вперед. Ну, ансамбль Александрова, это, конечно, гораздо лучше исполняет, чем я, что неудивительно. Очень известная песня о времен Гражданской войны. В школах ее разучивали, в детских садиках для утренников. Я уверен, в караоке сегодня поют после 12, вот точно. Известнейшая песня. Казалось бы, как она связана с городом Барнаулом, и тем более вот с этим зданием, на которое, честно говоря, вот мне, как Барнаульсу, стыдно смотреть, учитывая, в каком он у нас состоянии. Был такой Петр Парфенов. Был он во времена Гражданской войны, скажем так, красным разведчиком. Именно в тот момент, когда красных выбили в первый раз из Барнаула, сюда пришли и здесь обосновались белые, вот в этом здании располагалась белогвардейская контрразведка. Петр Парфенов был арестован, сидел здесь в казематах, судя по всему, и еще не писал эту песню, но, видимо, очень сильно вдохновлялся. Когда здесь красные победили, его, так сказать, командировали на Дальний Восток, и там он эту песню уже окончательно оформил. А вот это здание, здание на Гоголя, которое еще в начале 20 века называли Небоскреб, потому что это было самое высокое здание города Барнаула. Странно это сейчас звучит, правда? По отличие от тех же львов, его знают, наверное, все барнаульцы. Но не все знают, что оно имеет определенную, скажем так, связь с городом на Неве. Вот в этих местах Гоголя, Пушкина, Молотобольское, многие старые здания, особенно каменные, они заметно просели за сто с лишним лет. Мы стоим на бывшем болоте. Песчаная почва, барнаулка, вся земля под нами, она буквально пропитана водой. Это здание за все время, если просело, то крайне-крайне мало. Оно стоит на своего рода деревянной лиственничной подушке. Это в несколько слоев выложенные лиственничные, чтобы не гнили, бревна. И дом как будто бы, так сказать, покачивается, может быть, плавает, да, вот на этом водянистом грунте. Это питерский такой прием. Дом простоял сто с лишним лет. Здесь живут люди, прекрасно себя чувствуют. И, наверное, дай бог, этот дом еще простоит очень-очень долго. Мы сейчас с вами вот три таких места всего лишь посмотрели, которые во многом отличают наш город от других городов Сибири и нашей страны. И таких мест очень много. И я предлагаю тем барнаулцам, кто еще не задумывался о чем-то подобном, посвятить хотя бы часть дня рождения города прогулке по, например, по исторической части и подумать, чем он особенный и за что его можно и нужно любить. Ирина Корчагина, Александр Антропов и, конечно, Илья Кочетков. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Звоните на телефон редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. Всех с праздником и хорошего настроения.